И всем привет ребят, с вами Мистер Ванькин, я записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен нашим обновлениям, сегодня у нас пятница 16 февраля, а это значит что у нас поменялась механика набора звезд в рамках нашего матчмейкинга и сегодня я бы хотел бы все это дело вместе с вами проверить, посмотреть как это работает, насколько легко или наоборот сложно теперь фармить звезды. И по моей информации есть шанс теперь даже за бой получать по 8 звезд, посмотрим сумеем ли мы за эту одну катку получить эти 8 звезд, как это работает, в каком ключе, если вы ждали подобного рода видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов, на 20 тысяч танкоинов, для этого у нас только игры в аккаунте, установите ему личный так-так-темп, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Если вкратце, что касаемо обновления, то теперь быстрые бои в матчмейкинге абсолютно не пользуются спросом от слова совсем, также через быстрый бой у вас есть дополнительная возможность заработка дополнительных звезд, если вы не выбираете определенный режим, а именно пикаете тот самый заветный быстрый бой. Ну и если у вас катка идет более, если я не ошибаюсь, 11 минут, если что, вдруг меня в комментариях поправите, так как я уже не перечитывал все это дело, то у вас есть возможность получить и 4 звезды без премки, и 8 звезд с премочкой, поэтому сыграем бой, посмотрим сколько по итогу мы за бой зафармим звезд, ну и постараемся, чтобы этот бой длился полностью весь период времени, если вдруг будет попытка досрочки, то мы как раз таки попытаемся эту каточку замедлить, чтобы она у нас на протяжении всего боя продлилась, чтобы мы могли зафармить максимально большое количество звезд за этот бой. Ну а вы пишите, какой видос вы бы хотели увидеть в следующем, так как у нас довольно большое количество изменений и обновлений произошло в игре, на сегодняшний момент времени есть много и вооружений, которых нужно тестировать, и в принципе есть обзоры по всяким контейнерам, которые я тоже в ближайшем будущем хочу открыть, также есть инфа еще и по трофеям, которую тоже надо будет обсудить, надо будет рассмотреть все это дело, ну и прочие всякие интересные плюшки, поэтому что вы хотите увидеть в первую очередь, пишите в комментариях к этому видеоролику, я буду стараться все это дело быстро выкладывать. Так, ну вообще мы можем сыграть и супербыструю катку и посмотреть, что у нас будет с супербыстрой каткой, да, то есть если за супербыструю нам дадут 0 звезд, то тогда мы уже сыграем полную каточку и посмотрим, что у нас получится за полный бой, да, но по идее быстрый бой и так должен давать какие-то минимальные звезды, если я правильно помню, как это все дело работает, если что, вдруг после катки можем зайти даже и еще раз перечитать все это дело на форуме, так как честно вчера было настолько большое количество всякой дополнительной информации, что какие-то определенные моменты я даже просто забыл, да, ну плюс-минус помню как работают, но прям точно сколько там минут надо играть, как играть, там чего играть, это я уже не помню. Так, ну у нас 4-0 за 2,5 минуты до конца, у нас как раз таки есть возможность сыграть супербыструю досрочку, которая скорее всего и будет в рамках этого боя, ну и вот посмотрим, что будет у нас с супербыстрой досрочкой, да, сколько мне здесь дадут, дадут 0 звезд за супербыструю досрочку или не дадут за 0 звезд за супербыструю досрочку, сейчас будет виден этот момент, потому что мы уже 5-0 ведем, 6-й флаг уже везется, ну и я уже стою на 7-м конвейерном, катка просто турбо-сливная для противника, ну и в принципе я, наверное, особо сильно не удивлен, практически весь матчмейкинг сейчас страдает от вот таких вот каток, где одна сторона и одна команда намного сильнее, чем другая команда, поэтому скорее всего сейчас мы эту быструю досрочечку здесь оформим, никто мне из тиммейтов не поможет, нет, все-таки помогают мне тиммейты, отлично, но я все равно сгораю, будет ли кто-то подобрать флаг, да, страховочка есть, ну и доставочка тоже будет, катка у нас длится 3,5 минуты, и за 3,5 минуты я зарабатываю, сколько? 2 звезды, одну звезду получают игроки, только непонятно, почему здесь, например, 0, а здесь одну получил звезду, противник получает полностью по 0 звезд, я получаю за 3,5 минуты 2 звездочки, интересно, хорошо, мы можем параллельно, пока пикаемся в бой, зайти быстренько на форум, посмотреть, почитать, что там написано вообще по этому поводу, по списку обновлений пройтись еще раз, так, по звездам, что тут по звездам, по звездам, по звездам, по звездам, там и по заданкам тоже есть всякие интересные еще новости, помимо боев, так, это интересно, так, таким образом можно заработать 4 звезды за стандартный бой или 8 звезд с премиум подпиской, составляем возможность заработать дополнительную звезду при, через быстрый бой, для битвы дольше 13 минут, например, у вентовых, так, бой длится не менее 11 минут, чтобы игрок на первом месте мог получить 3 звезды, если бой был завершен досрочно всего за 3 минуты, то никто не получит звезд из такого боя, но я завершил бой за 3,5 минуты и получил за это дело, за это дело я получил как раз-таки, как раз-таки 2 звезды, так, запикивают меня, кстати, на джиггернаут, и джиггернаут мы тоже, ребяточки, будем обозревать, так как этот танк у нас тоже изменился в балансе, и я, если честно, считаю, что джиггернаута в последнее время надо немножечко поднерфить, да, потому что он чересчур жесткий с точки зрения набития звезд, набития трофеев, да, это немножечко так дисбалансная вещь, которую нужно поднерфить, чтобы она так сильно не работала, и как раз-таки вот сегодняшний нерв может быть на это все дело и повлияет сильно, посмотрим, тоже потестируем, ребята спрашивают, стрим или не стрим, ну, мы напишем, что это видос, так, ну что, можем, в принципе, даже попробовать здесь переодеться, смотрю, что хп у джиггернаута довольно быстро здесь улетает, ну и наша задача вообще постараться джиггера слить, засрочка здесь вряд ли будет в рамках этого боя, так как я вижу, что у нас здесь особо тиммейты не пушат оппонента, ну и джиггернаут тоже пассивно стоит, сейвится здесь, 70% овердрайва у меня уже есть, пробуем слить здесь джиггернаута, о, кстати, сводка, сводка меня теперь не сливает, отлично, джиггернаута сводка теперь так жестко не контрит, но в любом случае джиггернаут здесь живет, пытается наш тиммейт там слить его, прошло у нас уже 2,5 минуты, мне вообще по-хорошему нужно постараться еще и очков здесь наколотить в рамках этого боя, поэтому мы, может быть, даже сейчас переоденемся, возьмем какую-нибудь, например, смоку на викинге и попробуем на викинга смоке поиграть, все-таки это пушка, на которой на сегодняшний момент времени находится в суперсильном балансе, здесь на, ладно, давайте овердрайв реализуем, тогда уже буду переодеваться, мамонт все-таки, зиды для джиггернаута на такой карте, ну, наверное, довольно тяжелое вооружение для реализации, так, ну мы попробуем сейчас влететь, попробуем слить джиггера, попробуем его унести, может, глядишь, у нас что-то и получится, здесь интересное, тут шахты уже контрят, попробуем, хотел искать широкую, но под широкую мы здесь не зайдем, попробуем зайти так, чисто на передок, но меня здесь довольно быстро контрят и сливают, давайте переоденемся на викинга смоку, возьмем лучшее устройство на смоке, которое есть у нас на сегодняшний момент времени, это штурмовые снаряды под викинга, и возьмем гипериона, лучший дрон для того, чтобы подольше как раз-таки жить, ну и стараемся на пуш играть, стараемся на под пуш, падает дроповая оверка, попробуем забрать ее и попробуем сразу от этой дроповой оверки отыграть, ага, понял, контроль от меня здесь оппонент, потом у нас пару шафтов, можно будет еще резист, наверное, поменять сейчас от противника джиггернаут, надеюсь, не будет подбирать, овердрайв оставит мне, шикарно, попробуем сразу законтрить, попробуем въехать, ага, отлично, так, страйкер, шафт и что там еще из интересного есть у противника, от чего мы можем взять вообще резист, от чего мы можем взять здесь резик, вулкан особо сильно не хочется брать, здесь порезу шафт точно, да, шафт здесь надо, порезу взять, пробуем законтрить, джиггернаут здесь с оверкой уже стоит, аккуратно, под стеночкой пытается еще и сагрессировать, распикивать, мне надо жаться просто и все, просто вжимаемся и меня ваншотает, и меня просто ваншотает джиггернаут, ладно, хорошо, переодеваем резист, переодеваем резистик, возьмем резист как раз таки от шафта и страйкера, страйкер, шафт, скорпион пусть останется у нас, не знаю, был ли там скорпион или не были, в любом случае это такой ходовой резист, так, ну и наша задача теперь дождаться еще одного овера, как-то викинг этот пекстишный на ночной карте так жестко выглядит, у меня то ли глаза долбятся, то ли он реально выглядит прям супер сочно, напишите, что вы видите так же самое этот викинг, как я его вижу или нет, у меня такое ощущение, как будто у меня прям просто картинка совсем другая с викингом этим экстишным 2.0 стала, как будто он прям очень сочно выглядит, я хоть так особо внимания на скины не обращаю, но то, как выглядит сейчас этот скин, это прям очень жестко, так, ну и джаггера пока что мы никак слить не можем, Халк уже здесь тоже переодевается на маму Тейзиду, пытается взять камбу лютую под развалочку схождений, но как будто маму Тейзиду здесь особо сильно не может раскрутиться, так, на такой карте большой, по идее викинга-смока должна здесь сработать получше, только единственное мне надо позиция какая-то поинтересней для подпуша джаггера, учитывая еще тот факт, что там у нас есть и противники, и мейты, которые пытаются здесь подсаппортить, пытаемся вжаться, выжимаем поверку, неплохая раскруточка, но прожимается здесь, прожимается здесь все-таки джаггер, но и не могу слить я его пока что, не получается у меня даже при таких раскладах выбить здесь джаггернаута, довольно пассивно он стоит, ну и хп-шку ему саппортит на постоянной основе, шафт с Тейзидой, хоть я здесь Тейзиду и успел законтрить, но его успевают вылечить, так, дроповые оверки пока что еще нету, нам по-хорошему нужно ее дождаться, дождаться дропа овердрайва, сыграть через него, и потом уже попытаться залететь, потому что смока по урончику-то наносит очень вкусно, джаггер вообще в наглях открывается перед нами, за счет того, что его изида лечит, так, и начинает падать оверка, начинает падать овердрайв, Халк, 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 дружок, дай мне овердраку забрать, пробую забрать, въехать овер, джаггернаут катается, ой боже, что происходит, что и не джаггернаут, ну ладно, зато Халк решает чисто вопросик, уносит в салатик вражеского джаггера, на мамонта и зитки, за счет того, что чуть-чуть отвлекли джаггернаут, он просто провтыкал моментик, и его очень вкусненько здесь подзабрали, так, ну и теперь мы можем уже играть еще более агрессивно, джаггернаут тот, который нормально стоял, ну он мне пишет как надо было, да, нагнул, красавчик, красавчик, очень сильный, один из самых сильных в матчмейкинге, прямо сейчас, так, Титан Купол может прожмет, Титан бы Купол бы прожал, было бы неплохо, но он не вжимается, он здесь, к сожалению, не вжимается, пробуем быстро слить шафта, шафта у нас здесь с бустером играет, ну и пока ситуация, конечно, у нас неплохая с точки зрения победы, но по очкам у меня маловато, могу здесь не получить большого количества звезд, поэтому нужно быстренько как-то постараться нафармить очков, нафармить очков на слитии оппонентов, ну, либо на слитии джаггернаута, тут одно из двух, либо тот, либо тот момент, надо пытаться разыгрывать джаггернаута, еще одного, вбивают наши тиммейты, отлично, так, ну и пробуем за 4 минуты, все-таки, эту ситуацию в плюс для себя раскрутить, ну и заодно, кстати, посмотрим, что там будет по заданкам, да, то есть по заданкам за звезды, что там тоже можно будет зафармить, насколько там теперь фармится или не фармится все это дело, надо будет тоже посмотреть, так, изида пытаемся здесь забрать, джаггернаута, опять этот, этот же самый игрок становится джаггернаутом, пробуем накидать, отвлечь, пока отвлекаем, пока изида, вот наш стелсом должен был залетать, да, он залетает, но Халка сливает, 90% овердрайва у меня уже становится, нужно попробовать сейчас оверку раскрутить, попробовать подраздать немножечко плотненького контентичка под этот Оуди, так, Хори и Зитка здесь пушат фрикилочек для нас, надо его быстренько подзабрать, так, пытаемся еще Вика смоку здесь поднакидать немножечко, так, этот играет с оглушением, боец, но и то, Тесла меня довольно быстро здесь забирает, так, ну и попробуем сейчас, наверное, под пуши через лево, прожаться, прожаться, слить джаггера, по-хорошему было бы, неплохо, тем более, что у нас джаггернаут довольно открыто играет, есть шанс, его здесь законтрить, есть шанс не только его законтрить, оглушение все равно, это прорабатывает от шарика, неприятное, как же это Тесла бесит, если честно, это вообще ужас, это просто настолько противная пушка, на сегодняшний момент времени, так, падает у нас оверка на центре, можно попробовать разминать, разменять этот овер, если джаггернаут наш не будет, а, либо под тиммейтов, либо под разменку, под разменку не получилось, у нас здесь дать, так, попробуем тогда выпушить через право, попробуем широко заехать, может стелсом, даже пройдем, пробуем стелсика под раздать, джаггер меня не видит, пробуем на стелс упасть, ага, тут есть минки, ага, есть еще минки, понял, 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 не ожидал, если честно, увидеть здесь такое большое количество мин от оппонента, так, ну и джаггер у нас играет прям наглость, прям наглость играет центр, жесткую наглость играет, но, как будто бы, если я просто в тупую нажмусь, законтрить я его так не смогу, здесь с резистом вулкан, пробуем его объехать, пробуем накидать здесь по мамонту, как раз таки из едоводу, с диверсантом, да, я так понимаю, что он еще играет не только с диверсантом, но и с минером, который уже начал падать здесь с контейнеров, но мы, я думаю, что сейчас тоже контейнеры откроем, в надежде, что нам тоже что-то упадет, не могу никак прожать, овер, просто, ну нет позиций даже для прожатия овера, то есть, просто в тупую прожаться-то, конечно, можно было бы, но какой смысл от тупого прожатия, если, если у меня здесь не будет возможности, вот сейчас открывается джаггер, ну и благополучно он улетает на респ, за свою супер агрессивную позицию, в два овердрайва, мы его здесь очень быстро забираем, 50 секунд до конца боя, оно остается, довольно много урона, опять я начинаю впитывать в себя, пытаясь уже здесь чуть-чуть от боковушки сыграть, овердрайв на центре начинает падать, пробуем сыграть под овер на центре, пробуем забрать его, отлично, забираем овердрайв, ну и попробуем за 30 секунд до конца, уже у меня возможности времени особо нету, надо просто пробовать вжиматься, здесь бутик меня немножечко сейвит, на страховочку дает мне контента, ну и я просто вжимаюсь уже, так чтобы просто что-то поднакидать, поднакидать какого-то контентика, 10 секунд до конца, джаггернаут пытается пушить на центр, агрессивный пуш, 5 секунд, откроется ли, не открывается, пробуем слить, не успеваем слить, так, ну и заканчивается у нас бой, 8 звезд, да, 8 звезд, за каточку мы зарабатываем, за счет того, что мы пикали быстрый боечек, и за счет того, что я сыграл полноценный целый бой, поэтому теперь, за полноценный целый бой, у вас есть возможность фармить, по 8 звезд за каточку, для этого вам нужно пикать именно быстрый бой, и играть целый полноценный бой, в целом, если учитывать тот факт, что вы за час можете сыграть, сколько у нас получается, 4, ну 4, грубо 5 боев, да, 5, 40 звезд в час, да, это немного, да, это очевидно, не те цифры, которые можно было когда-то набивать в штурме, но если учитывать тот факт, что вы еще можете попасться в начатую катку, через быстрый бой, то 5 боев у вас смело будет, может 6 боев будет, да, то есть, учитывая новые реалии, ну, наверное, это лучший расклад, который вы можете показывать в рамках матчмейкинга, на сегодняшний момент времени, ну, и что касаемо, что касаемо, здесь, сейчас давайте посмотрим, миссии, а, я забыл еще открыть эти миссии, можно было там еще какие-нибудь заданки повыполнять, ладно, ежедневные, что у нас по ежедневным, по ежедневным у нас теперь за каждый день дают танкойны, каждый день у вас есть возможность фарма танкойнов, что является в принципе неплохой темой, но за недельные теперь у вас дают 3 танкойнчика, то есть это как бы то на то в принципе и выходит, те же самые 24 танкойна, а только еще есть у нас эндкор миссии, за которые дополнительно тоже можно будет зарабатывать звезды, если я не ошибаюсь, но до них доберемся, и тоже может быть по этому поводу запишу видос, как-то так, пишите, что вы думаете по поводу этого обновления, рады ли вы тому, что теперь вы можете за полный бой фармить 8 звезд, либо же вы считаете, что это лютый нерв звезд, и лютый нерв досрочных каток, высказывайте свою точку зрения, обязательно поддержите данный видос лайком, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, но у меня друзья на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи, и всем пока! Пока!